Давайте теперь попытаемся понять внутреннее устройство I.O. как монады. То есть попытаемся написать представителя класса типов монады для I.O. Мы должны это сделать, точнее говоря, разработчики Хаскера должны были это сделать, потому что мы используем I.O. в монадическом синтаксе, в рамках монадического вычисления. Значит, нам нужно каким-то образом для монады I.O. определить return и связыватель bind. Конечно, тот код, который мы сейчас будем писать, он напрямую компилироваться не будет, потому что мы будем работать с типом real world, который нам недоступен. Мы будем программировать, имея в виду, что мы описываем то, как это сделано в Хаскеле. Нашей целью сейчас не будет получить программу, которая будет запускаться. Ясно, что I.O. те эффекты, которые производят монады I.O. Они низкоуровнево связаны с взаимодействием с консолью, взаимодействием с внешним миром. И мы эти эффекты самостоятельно запрограммировать не можем. В этом смысле I.O. некоторая волшебная монада. Но технически это настоящая монада. И код для return и bind, весь интерфейс монады, мы можем описать аккуратно. Давайте попробуем это сделать. Итак, мы с вами сказали, что тип данных I.O. определён следующим образом. Внутри лежит функция, переводящая real world в пару из нового состояния real world и некоторого значения типа A, которое, собственно, и параметризует наш тип I.O. Использование такого new type будет требовать от нас частой упаковки и распаковки контейнера I.O. в правой части. То есть мы с помощью споставления с образцом должны будем вынимать ту функцию, которая лежит внутри I.O. И наоборот, в нужный момент, когда нам нужен этот контейнер, ставить этот контейнер. Но мы помним, что такого рода конструкторы, когда мы создаём тип данных с помощью ключевого слова new type, они существуют только в design time. Поскольку мы всё равно не пишем исполняемый код, давайте чуть-чуть упростим себе задачу. Слегка жульничаем и скажем, что I.O. на самом деле определён следующим образом, без этого контейнера. То есть I.O. это просто вот такая вот стрелка из real world в пару real world A. Конечно, для синонимов типа, задающихся с помощью ключевого слова type, представителей классов типов писать нельзя, но мы закроем на это глаза. Итак, давайте посмотрим, как у нас выглядит return и bind в этом случае. Ну, return выглядит так. Стрелка из A в MA, где M это монада. В случае I.O. здесь будет присутствовать I.O. Давайте мы ещё раз кроем I.O.A, заменим синоним на настоящий тип, чтобы понять, какая арность у этой функции и как она работает. Итак, вместо I.O. мы подставляем вот такой вот тип real world A. Ну, тогда у нас получается вот такая вот конструкция. Return становится функцией двух аргументов, ну, потому что у нас внутри I.O. на самом деле лежит функция. Такой return написать не очень сложно, мы можем перейти к реализации монады и написать I.O. Вот здесь написан интересующее нас I.O. Собственно, функция return ничего не делает, она получает значение A. Дальше мы написали здесь lambda W, чтобы не перетаскивать W в правую часть. Ну, в принципе, мы могли бы написать return A W это пара W A. То есть функция return, упаковка в монаду, означает ровно следующее. Ну, правда, здесь появляется некоторый дополнительный аргумент у return, поэтому лучше вернуться к предыдущему реализации, которая ничем не отличается. Итак, return это просто упаковка нашего значения A, вот такую вот стрелку. При этом, как мы видим, мир не меняется. Какой мир пришел сюда к нам, объект типа real world, такой, real world появился здесь. Это отвечает нашей семантике функции return. Как мы помним, return с семантической точки зрения означает простейшую упаковку значения в интересующую нас монаду. Ну, вот теперь любое значение, будучи упакованное в монаду, представляет собой вот такую вот стрелку. Давайте теперь разберемся с более сложным случаем, который, собственно, и отвечает за связывание вычислений в монаде EO. Это оператор bind. Давайте точно так же, как в предыдущем случае, перепишем тип оператора bind в синдексе, который содержит не EO, а его раскрытие через магический тип real world. Итак, всякое EO я заменяю на вот такую вот стрелку. Первое EO я заменяю на такую стрелку. Поскольку здесь у меня стоит единый объект, то у меня получается, что здесь должны присутствовать круглые скобки. Второе EO я заменяю на такой объект. Только здесь у нас появляется значение B. И, наконец, последнее EO тоже содержит тип B в качестве параметра. Ну, я его тоже заменяю на то, что у нас было до этого. Давайте мы параметры разнесем по строчкам. И единственное, что здесь должно быть, это здесь тоже должен появиться тип B. То есть я превратил тот тип синонимом. Теперь мы раскрыли этот синоним. Вот какую большую конструкцию мы с вами получили. Здесь могли бы стоять скобки круглые, но они нам не нужны, потому что эти круглые скобки можно опустить в самом конце нашей стрелочки. Таким образом, мы видим, что bind становится функцией трех аргументов. Это некоторое значение типа EO. То есть то монадическое значение, которое у меня передается. Первое вычисление в монаде EO. Дальше второе вычисление в монаде EO, которое представляет собой стрелку клейсли. Принимается значение A. И вот это вот у нас то, что было типом EO. И, наконец, в качестве возвращаемого значения у нас возвращается вот это вот значение EO. Которое мы сейчас разбили на некоторый мир, который нам теперь доступен. И на некоторое возвращаемое значение. Давайте теперь посмотрим, как нам сцепить первое действие EO. Вот это вот. И второе действие EO с помощью binder. Реализация связывателя binder перед вами. M это функция с вот таким вот типом. Хотя M это значение EO, но внутри себя она содержит некоторую функцию, в которую может передаваться объект типа REL. Второе параметр функции bind. Это стрелка клейсли. Ее тип вот здесь вот перед вами. Вот это вот я напоминаю вам развернутый EO B. Итак, вот у нас есть два объекта. M и стрелка клейсли. Что мы делаем дальше? Дальше у нас есть еще на самом деле третий фиктивный параметр. RealWord. Мы хотим сконструировать значение типа EO B. И мы видим, что в этом значении есть некоторый RealWord. Значение типа EO B представляет собой монадическое вычисление, которое делает два вычисления. Первое левое и второе правое в нашем байнде. То есть вот здесь вот у нас может быть какой-то ввод-вывод, и вот здесь вот у нас есть какой-то ввод-вывод. И мы в итоге получаем вычисление, которое должно выполнять оба этих ввода-вывода. Оно представляет собой стрелку. В качестве аргумента передается RealWord. Вот этот вот RealWord и будет использоваться как инициализирующий RealWord, который мы сначала передадим в первое монадическое вычисление, то есть в M. Мы берем Word и передаем его вот в функцию с такой вот сигнатурой. M, примененный к Word, у нас возвращает нам пару RealWord и A. Вот она перед нами. Поскольку это некоторое монадическое вычисление, которое может взаимодействовать с внешним миром, то возвращаемым значением у нас служит новый мир, W' и некоторое значение A типа A. Можно использовать на уровне терма и на уровне типа одно и то же значение, потому что эти миры, эти множества никогда не пересекаются. Итак, смотрите, что у меня происходит. У меня происходит следующее. Мы берем M, применяем к изначальному миру, первое монадическое вычисление, получаем пару из нового мира, W', и получившего, вернувшегося нам значения. А дальше у нас есть еще стрелка Клейсли, которая как раз ожидает таких аргументов. Что ожидает нам стрелка Клейсли? Значение типа A. Ну, у нас есть такое значение типа A, и мы передаем его в стрелку Клейсли в качестве первого аргумента. Но эта стрелка Клейсли на самом деле еще ожидает второго параметра, real world, потому что вот этот вот у нас тип IO, он у нас разобрался именно в такую конструкцию. Хорошо, мы во второе вычисление передаем внешний мир, который получился из первого вычисления. Таким образом, у нас стрелка Клейсли снабжена всеми нашими аргументами, и у нас возвращается как раз вот эта вот конструкция. Возвращается из стрелки Клейсли интересующая нас конструкция, абстрагированная по некоторому W. То есть тип возвращаемого значения ровно такой, как у нас должен быть. Вот такой вот. Сама по себе стрелка Клейсли, примененная K и W', возвратит нам вот такую конструкцию, но у нас есть еще абстракция по изначальному миру. Таким образом, мы видим, что у нас структура нашей монады довольно простая. Внешний мир, поступивший в нашу монаду, передается в первое монадическое вычисление, она дает результат и новый внешний мир, и этот новый внешний мир и результат передается в качестве параметра во второе монадическое вычисление. Такое устройство обеспечивает нам все те гарантии, которые мы хотим получить от ввода-вывода. Действительно, у нас есть два действия ввода-вывода, которые находятся в монаде и находятся в стрелке Клейсли. Нам хочется, чтобы побочный эффект каждого действия происходил ровно один раз. Побочный эффект каждого действия, а побочный эффект в данном случае означает, что мы как-то взаимодействуем с внешним миром. Действительно, происходит один раз. У нас здесь имеется сопоставление с образцом, поэтому для того, чтобы получить вот этот вот образец, чтобы выполнить это сопоставление, должно произойти вот это вот вычисление. Наше первое вычисление, которое может произвести побочный эффект, связанный с вводом-выводом, оно в этот момент произойдет, и дальше нигде внутри монады у меня M уже не используется. Поэтому тот побочный эффект, который здесь есть, он произойдет ровно один раз. Второе требование, которое мы предъявляем к вводу-выводу, и которое, конечно, совершенно естественно, это то, что побочные эффекты должны происходить в заданном порядке. Побочный эффект первого действия ввода-вывода должен происходить раньше, чем побочный эффект второго действия ввода-вывода. В Хаскеле, вообще говоря, порядок исполнения не важен. Но в монаде ИО эту гарантию обеспечивает как раз то же самое сопоставление с образцом. Для того, чтобы выполнить сопоставление с образцом вот здесь, у нас обязательно должно произойти вычисление вот этой вот функции применения M к W. Но в этот момент у нас происходит действие ввода-вывода первое. А действие ввода-вывода, связанное со стрелкой Клесли, обязательно происходит после, потому что для того, чтобы получить вот эту вот пару с миром V' мы должны выполнить это действие ввода-вывода. И только получив этот мир V' мы можем выполнять все действия, которые у нас в стрелке Клесли присутствуют. То есть первое действие ввода-вывода гарантированно произойдет раньше, чем второе действие ввода-вывода. Таким образом, мы видим, что реализация нашей монады ИО, она нам обеспечивает весь тот набор требований, которые мы ожидаем от ввода-вывода в языке Хаскель. Ну и от любого ввода-вывода тоже. Продолжение следует...